Все мы когда-нибудь испытывали сладкое чувство предвкушения, ожидая выход желанного фильма. Но бывает так, что долгожданный проект не оправдывает ожиданий. И в итоге, вместо удовлетворения, мы получаем одно лишь горькое разочарование. Именно о таких лентах и пойдет сегодня речь. Мы собрали для вас ТОП-5 фильмов разочарований. Важное примечание. Все фильмы в ТОПе расположены в соответствии с нашими ожиданиями. Поэтому места присвоены, опираясь на наши субъективные ощущения от фильмов. Обозначив это, можем начинать. Открывает наш ТОП «Меч Короля Артура». Работа прославленного и всеми любимого, особенно в России, режиссера Гая Ричи. Лента должна была рассказать уже всем известную историю становления Короля Британии Артура. Экранизаций, посвященному этому персонажу, насчитывает огромное множество. Но реализовать переосмысление на современный лад на бумаге выглядела интересной идеей. Сама задумка об очередном ремейке преследовала студию Warner Bros. с 2004 года. Компания считала, что главная роль должна достаться исключительно известному актеру. Вследствие чего в свое время были отвергнуты кандидатуры Кита Харрингтона и Джоэла Киннемана. Студия рассчитывала на целую киновселенную, посвященную приключениям Короля Британии. И такие грандиозные планы должны были реализовываться с помощью крупных лиц. Вследствие этого был приглашен Гай Ричи. Человек, который, по мнению Ворнеров, способный дать свежее дыхание очередной экранизации Артура. И назначение Джуда Лоу на роль злодея выглядело прекрасной идеей. А вот кандидатура Хэнема казалась сомнительной. Ведь калибру крупной звезды, которую искала Студия, Чарль явно не подходил. На роль рассматривался также Генри Кавилл. Но решающее слово было за Ричи. И именно он был на стороне Хэнема. Меч Короля Артура же на деле получился простым, проходным попкорновым фильмом. Персонажи типичны и не симпатичны. Антагонисты злы только потому, потому что они должны быть такими. В то время как Ричи пытается пересказать классическую и легендарную сказку в современной кинематографической обертке, он теряет всякий интерес к развитию персонажей и увлекательному повествованию. А возрастной рейтинг Меча Короля Артура явно не лучший вариант, особенно для Ричи. Критики, хоть практически всегда неблагосклонны к работам британского режиссера, в основном сильно переборщив с низкими баллами. Но в этот раз итоговые оценки выглядели вполне справедливо. Но даже варианту купить ленту у фильма не удался. Хотя солидная рекламная кампания, которая вышла дороже бюджета картины, не помогла. Релиз ленты состоялся в мае 2017 года, когда прокат штурмовали вторая часть «Стражей Галактики», а через неделю мир ждал не менее ожидаемое многими продолжение франшизы про ксеноморфов «Чужой завет». В итоге фильм собрал всего 148 миллионов долларов. Полный финансовый провал. Меч Короля Артура, 5 место. На четвертом месте расположился еще один ремейк. На сей раз киноверсия культового для западного зрителя одноименного телесериала «Одинокий рейнджер». Лента прошла крайне нелегкий путь до экрана, успев поменять сценарий и режиссеров несколько раз. Восходящая звезда Голливуда Арми Хаммер, прямиком из социальной сети Финчера, любимец публики, несравнимый Джонни Депп и просто космический бюджет в 213 миллионов долларов. Отличный набор инструментов, из которого способен получиться первоклассный комедийный вестерн. Но не тут-то было. Очередной провал студии Дисней в финансовом плане, которая, напомним, годом ранее выпустила самый убыточный в истории фильм Голливуда Джон Картер. Смотря на затраченные средства картины, у зрителя складывается банальный вопрос, а на что ушел такой огромный бюджет? Спецэффекты явно не блещут высоким уровнем. Джонни Депп, повторяющий образ Джека Воробья и 150 минут хронометража – единственный вариант ответа. Но, пожалуй, главная проблема ленты – это отсутствие химии между главными героями. А именно это и пришлось по вкусу в свое время в оригинальном телесериале. В итоге получился ничем не примечательный бадди-муви, став большим разочарованием для критиков, выдав в фильмош 5 номинаций на «Золотую малину», в том числе и Деппу. Явно неудачный выдался отрезок у Диснея в то время. Бронзовым призером нашего топа становится картина «Субурбикон». Мы допускаем, что некоторые из вас могли даже и не знать о существовании такой ленты. Именно поэтому она располагается на третьем месте. Однако для нас она казалась потенциально интересным проектом, с интригующим сценарием и неплохими актерами, такими как Мэтт Дэймон, Джулиан Амур и Оскар Айзик. А кресло режиссера занимал небезызвестный Джордж Клуни. Хоть и как режиссер, Клуни не особо смог чем-то выделиться, в отличие от карьеры актера, однако парочка заметных работ все-таки была за плечами режиссера. Кроме этого, большие надежды возлагались на необычный и закрученный сюжет, ведь за сценарий отвечали сами братья Коэн, а от них всегда ждешь чего-то впечатляющего и оригинального. Трейлеры подогревали наш интерес стильным визуалом ленты, сценами жестокости, которая не вызывала негативных эмоций, а скорее была инструментом сатиры. Мы ожидали взрослую картину, которая использует ограничение 18+, не для того, чтобы просто показать кровавые сцены, а с их помощью высмеивать те или иные ситуации. По итогу, вместо продуманного сценария, мы получаем лишь интересную завязку, которая так и не приводит нас к чему-то значимому. Сцены насилия – это просто сцены насилия, которые не несут за собой никакого смысла, и если от них избавиться, то мало что изменится. Получилось так, что за притягательной картинкой нас ожидал хоть и необычный, но все же посредственный проект. Критики и зрители были такого же мнения о картине, поставив крайне низкие оценки, да и в прокате лента оказалась полным финансовым провалом. На почетном втором месте, который едва ли назовешь почетным, учитывая тематику нашего соревнования, расположился еще один ремейк некогда популярной франшизы – фильм под названием «Мумия». Universal возлагала большие надежды на эту ленту, ведь по планам компании эта картина должна была стать началом новой собственной киновселенной, которая бы включала всех классических злодеев киностудии, таких как Дракула, Фрэнкенштейн и многие другие. Чтобы вы осознали всю серьезность намерений компании, вам следует знать, что еще до выпуска «Мумии» уже было анонсировано название своей вселенной – Dark Universal, и первый же проект начинался с обновленной заставки кинокомпании. Учитывая, что в случае успеха картины мы могли получить аж целую киновселенную, то вы, наверное, понимаете, каким же разочарованием в итоге обернулась картина. Даже несмотря на такого именитого актера Тома Круза на главной роли и богатую и любимую предысторию франшизы, фильм не смог по качеству приблизиться к оригиналу. Вместо прописанных и неоднобоких персонажей мы получили не то что одни стереотипы, а вовсе никак не раскрытых героев, которых после просмотра сразу же забываешь, не говоря же о том, чтобы запомнить хоть какие-то черты характера. А в меняемом сюжете не стоит даже мечтать, а ведь с такой концепцией можно придумать интересную и притягивающую зрителей к экранам историю. Как итог, на выходе получилась очередная проходная лента на вечер, которая и может заинтересовать зрителей разве что красивой картинкой и экшеном, который, честно говоря, не выделялся на фоне остальных так называемых попкорновых фильмов. Победителем нашего сегодняшнего топа стал фильм «Темная башня». Как и в случае с прошлым проектом, «Темная башня» планировался как запуск новой франшизы, и на наш взгляд, это и стало «Ахиллесовой пятой ленты». Из-за того, что создателям было необходимо с помощью первой картины погрузить зрителя в такой необъятный новый мир, созданный Стивеном Кингом, фильм получился слишком сумбурным. Пытаясь уместить такой большой лор и раскрыть множество персонажей за время, ограниченное хронометражом ленты, на выходе мы не получили ни того, ни другого. Хотя потенциал был огромен. Фильм, в котором главные роли исполнили Мэттью МакКонахи и Идрис Эльба, по идее, как минимум, должен привлечь внимание зрителей. Однако, даже этого не произошло, и картина кое-как окупилась в прокате. Забавно, что даже зрителю, не ознакомленному с первоисточником, лента может показаться слишком приземленной. Ведь со всеми правилами нового мира нас знакомят довольно поверхностно, не углубляясь в детали. И получается так, что ты вроде понимаешь цели и мотивы героев. Знаешь, как работает тот или иной предмет этой вселенной. Но погрузиться в этот мир и начать сопереживать персонажам у тебя попросту не получается. Тебе не дают возможность ненадолго остановиться и проникнуться чувствами героя. Ведь сюжет постоянно куда-то бежит, стараясь дать зрителю новую информацию. А теперь представьте, каково тем людям, которые читали первоисточник. Для них это был просто краткий пересказ первых книг, который при этом умудрился упустить самое главное. По итогу, зритель вместо полноценного самостоятельного произведения получил какой-то обрывок, пытающийся уместить в себе сюжет, для раскрытия которого понадобилось бы как минимум пару фильмов. Такими получились, на наш взгляд, пять фильмов разочарований. Можете поделиться своим мнением в комментариях. А если бы хотели увидеть вторую часть, дайте знать.